Признайтесь, мы все мечтаем зарабатывать. И кто-то уже начинает делать это с малых лет. В подростковом возрасте, допустим, мы идем работать грузчиком. Но мало кто знает, что на этом можно построить неплохую империю. И сегодня об этом нам расскажет наш главный герой. Его зовут Ханапия. Ханапия, добрый день. Вот вам петличка. Можете поздороваться. Всем привет. Это Ханапия. Парень, который считает, что переезд это не мучение, а экстремальный спорт. С его командой муверов ваш диван перелетит через несколько кварталов легче, чем Супермен. Когда Ханапия и его бро поняли, что могут заработать на перетаскивании ваших нажитых пожитков, они решили, что это их суперсила. Теперь они не только переносят мебель, но и спасают вас от хаоса переезда, делая его чем-то вроде вечеринки. Ханапия, у вас свой бизнес. Сегодня вы нам о нем расскажете. Да, конечно. Давайте прогуляемся с вами. Покажу вам сегодняшний переезд. Сегодня у нас клиент приезжает с квартиры в частный дом. Клиент находится на втором этаже. Сейчас как раз-таки наша команда муверов будет заносить упаковочный материал к клиенту. Ну и вот, кстати, небольшая помарочка. Не называйте теперь грузчиков грузчиками, а не у нас муверы. Поехали. Так, Ханапия, это та самая ваша машина, да, грузовая? Да. И это ваша бригада. Давайте я вас сейчас ознакомлю с процессом переезда. На данном моменте, на данном этапе наши ребята Нуржан, Влад, сейчас будут заносить упаковочный материал к клиенту. Ребят, что-нибудь помочь надо? Нет, спасибо. Сами, да? Все круто, круто. Дальше? Для того, чтобы упаковать хрупкие вещи клиента, мебель, что-то, мало ли, нужно будет разобрать, собрать. Также они сейчас возьмут с собой инструменты, шуруповерты. Ага. И начнут, собственно, процесс переезда. Все супер. Знаете, откуда вообще взялись муверы? Нет, это не супергерои из комиксов, хотя их силы порой кажутся сверхъестественными. Все началось давным-давно, когда первобытный человек решил сменить пещеру и перетащил свой топор и шкуры к новому месту обитания. С тех пор мувинг прошел долгий путь от соседей, тащащих диван через пять лестничных пролетов, до профессионалов в белых перчатках, которые могут перенести вашу жизнь из пункта А в пункт Б, не оставив ни единой царапины на вашем кофейном столике. А затем, в XIX веке в Америке, с развитием городов и увеличением мобильности населения, профессиональный мувинг стал формироваться как отдельная индустрия. Компании начали предлагать комплексные услуги переезда, облегчая жизнь горожанам, которые стремились к новым возможностям за городскими пределами или даже через континент. Сегодня мувинг – это целая наука с логистикой, управлением временем и навыками упаковки, которые заставят любого инженера позавидовать. Вот мы и заехали в квартиру, сейчас ребята будут переезжать. Я, конечно, хотел все это подождать, когда они закончат, но совесть не позволяет. А так, кто знает, сейчас присоединюсь, может быть, еще и денежек заработаю. Поэтому тоже буду помогать с переездом. Анапея, какая у нас задача, что мы будем делать? Сейчас мы запакуем личные вещи клиента, будем их упаковывать и складывать в коробку. Дальше я вам походу объясню процесс полностью пакинга. Приступаем. Как бизнес начали? В одного или с кем-то? Я начинал бизнес со своим лучшим другом. Мы брали у своего брата газель. Я сам садился за руль. Мой лучший друг был грузчиком. И, так скажем, у нас была своя бригада, своя команда. Я работал грузчиком у своего дяди. Как все парни в мире. Да, как вся подрастающая молодежь имел опыт в квартирных, офисных переездах. Нам это надоело со временем. И мы решили открыть компанию «Мой мой инг». Чтобы бесплатно ему помогать переезжать. Да. Сейчас мы ему можем бесплатно помогать переезжать. То есть услугами он пользоваться не перестал? Да. После этого я работал два года. Два, получается, летних каникул. Был мувером у брата. Как исполнилось 18 лет, я подумал, а что если начать свое дело? И помогать людям в этом трудном моменте. Мувинг сегодня стал звездой Голливуда. Режиссеры массово добавляют мувера в кино. Чаще всего в комедии. Но кто из нас не видел тот эпичный момент в кино, когда переезд превращается в абсолютный хаос? Да, друзья мои. Муверы в кино – это всегда рецепт для комедий. Иногда с примесью адреналина и абсурда. Давайте вспомним культовую сцену из «Друзей», где Рос кричит «Хиппас! Хиппас! 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 Пытаясь затащить диван по узкой лестнице. Это стало настоящим мемом, и поверьте мне, каждый мувер в душе чувствует себя немного Россом. А вот еще фильм «Смена адреса», где переезд с одной квартиры на другую оборачивается целой чередой нелепых и смешных происшествий. Муверы там не просто персонажи, они полноценные участники всех приключений. Так что если когда-нибудь вы решите сменить обстановку, помните, муверы могут и упаковать вашу жизнь в коробки, и непреднамеренно превратить ваш переезд в комедию, достойную Голливуда. Мы предлагаем клиенту два вида выбора цен. Это часовой тариф и тариф по объему переезда. Это как? Это выезжает оценщик, то есть я выезжаю на переезд, озвучиваю клиенту стоимость полную за весь переезд, и опираясь уже от этой цены, мы выполняем переезд. Ага, а то есть получается, опираясь от цены, вы как эту цену настраиваете? Вы считаете количество? По количеству мебели, да, по количеству затрачиваемого упаковочного материала, муверов и грузового авто. Переезд – это очень нервостойкий процесс. Многие клиенты к нам, когда обращаются, говорят, вот помогите нам, мы не хотим принимать участие в процессе, оставим вам ключи, все, что было готово в новой квартире. Ну и, соответственно, мы полностью оказываем услугу, весь спектр переезда. Начиная от первой квартиры, то есть мы полностью, как вы видите, упаковываем вещи, разбираем мебель. И во второй квартире мы, соответственно, все расставляем по полкам. И книги, и посуду, и личные вещи какие-то, одежду, то есть абсолютно все. Как только мы начинали с лучшим другом, мы выполнили переезд. Чек был около 300 тысяч в деньгах. Ну, мы поделились с ним его пополам, по 150 тысяч. И в то время я хотел себе купить, знаете, такую одну качественную спортивку. Я пошел и сразу же ее себе приобрел. Почему? Потому что я сам выполнял эти переезды, было некачественно, я потел. Соответственно, было неудобно, дискомфортно, ощущал этот дискомфорт. Ну и для своего же удобства я реинвестировал, так скажем, во себя на тот момент. Ну и на остаток денежных средств купил себе книги, наушники и так далее. Ну все, давайте тогда что-нибудь начнем дособирать. Что будем упаковывать, что складывать, давайте. Давайте упакуем личные вещи клиента. О, мне очень нравится вот эта вот коробочка. Она выглядит дорого-богато. Как происходит процесс упаковки? К примеру, мы достали какую-то хрупкую вещь. После этого мы ее обматываем в пупорчатую пленку. Давайте сейчас я отрежу кусок. Как мы подготовили пузырчатую пленку, мы обматываем полностью данную вещь. Самое главное – это углы. Самая хрупкая вещь любого предмета – это углы. Вы, то есть, не просто помогаете с переездом, нужно знать еще разы, как правильно все упаковывать, какие-то свои фишки есть в этом, да? Да, все верно. Мы упакуем также и у мебели полностью все углы, запаковываем все моменты посуды. К примеру, даже используем, так сказать, прокладки во время пакинга. Ну, давайте тогда запакуем эту, и дальше будет все видно. Все, поехали. Самый крупный заработок. Допустим, скажем, миллион зарабатывали. На переездах, да, конечно. Да, вот на вашей компании. Да, конечно. Когда, вот есть какая-нибудь история самого первого крупного заработка? Гордился собой. Это, во-первых. Во-вторых, я сразу пошел и купил телефон, о котором я мечтал. Это был iPhone 13, да. Pro Max, да, конечно. И, грубо говоря, весь миллион отдал. Ну, почти, да. Я еще докупил наушники к нему и потратил так свой миллион. А сколько заплатите мне сегодня? Давайте обсудим это после переезда. Попадает, скажи, эту часть. Нам нужно будет обернуть ее вокруг. Если данная вещь является хрупкой, то мы просим клиента уведомить нас об этом. Мы подписываем ее фломастером, нежели наклеиваем стикеры. Например, мы можем вот здесь вот взять, подписать хрупкое. И все участники переезда будут видеть то, что это хрупкая вещь. И все будут относиться к ней с максимальной осторожностью. Супер. А вы знали, что цены на мувинг могут колебаться, как настроение вашей бывшей? В Нью-Йорке за переезд могут запросить до 2000 долларов. И это только за квартиру-студию. А вот в Таиланде все ваше добро переедет из одного города в другой всего за 50 баксов. И это с сервисом. В Индии, например, за 150 долларов вам целый дом перевезут. Еще и соседа в придачу подкинут. В Швейцарии за перевозку ваших шмоток придется отдать не менее полутора тысяч евро. А во Вьетнаме за эти деньги можно переехать целой деревней. Да еще и свадьбу на оставшиеся устроить. Так что не всегда дорого означает качественно. И не всегда дешево. Плохо. Загляните в кошелек и подумайте. Хотите ли вы платить за переезд как за новую машину? Или ищите что-то более бюджетное? Какие трудности были при создании бизнеса? Естественно, первой проблемой, с которой мы столкнулись, была покупка автотранспортного средства. Мы используем «Газели» для этого, так как это самая популярная модель у нас. С 16 лет я копил и откладывал со школьных обедов на первоначальный взнос с машины. Это вот «Газель», которая на улице? Да, да, все верно. Это самая первая ваша машинка? Самая первая машина, которая была взята в кредит. После того, как мы приобрели машину, у нас были проблемы с кадрами. Так как у нас в Казахстане, к сожалению, мало ответственных специалистов, которые готовы, так скажем, делать переезд круглосуточно. Были ситуации, когда у нас водитель угнал машину. Хорошо, что на машине, кстати, стоял GPS. Мы его отследили, поехали, так скажем, вызвали сотрудников полиции и компенсировали все расходы, которые создал этот сотрудник. Он говорил то, что ему нужно подработать. Он хотел, так скажем, колым сделать, но у него не получилось, не повезло ему. Также сталкиваемся с постоянными проблемами, потому что ломаются машины. Мы постоянно их ремонтируем, дооснащаем все для того, чтобы наши кадры не сталкивались с никакими проблемами на дороге, чтобы машины никогда не подводили ни нас, ни клиентов, чтобы клиент ощущал полное доверие нам и нашей компании. У Али и клиенты, которым надо было, так скажем, резко и быстро освободить квартиру в 12 часов ночи, потому что их выселил арендодатор. И мы работали вплоть до 4, 5, 6 утра. То есть, получается, вы работаете круглосуточно? Да, мы всегда открыты для клиента, наши двери всегда открыты. Супер, супер. Я, допустим, я начинающий предприниматель. Вот мне там 18-20-25 лет, неважно, я молодой. Я хочу начать заниматься именно этим бизнесом. Мне что делать надо? В нашем бизнесе много подводных камней. Один из – это кадровый состав компании. Мы нанимаем лучших сотрудников, обучаем их той же самой упаковке, чтобы во время переезда мебель не пострадала, чтобы клиент остался доволен. Один раз в 11 часов ночи клиент звонит Акизану и говорит, меня выселяет арендодатор из-за того, что я говорил какие-то условия. И попросил в 12 часов ночи бригаду, команду из 4 муверов и грузового автора. И в чем заключалась его странность? В том, что, оказывается, арендодатель и арендодатор договорились об условии, то, что арендодатель даст квартиру на год, но при этом тот сделает ремонт. Тот, кто снимал квартиру, в конце концов прожил всего месяц, а он, считайте, внес определенную большую сумму, сделал ремонт, и мы даже выдирали обои у него, у клиента. Я помню, ребята демонтировали унитаз, демонтировали ванны полностью, навесной потолок, обрезали, так скажем, даже люстры, розетки. То есть мы снимали абсолютно все с данной квартирой. Глобальная индустрия мувинга сегодня генерирует более 85 миллиардов долларов в год. Да, переезды — это серьезный бизнес. Статистика показывает, что каждый год миллионы людей меняют свои местожительства, а это требует огромных ресурсов и координации. В США, например, более 31 миллиона человек переезжают каждый год, и средняя стоимость переезда внутри страны для всей семьи из четырех человек может достигать 5000 долларов. В Европе же стоимость переезда между странами превышает 3000 евро, в зависимости от дистанции и объема груза. Наше население, наш менталитет еще не позволяет полностью довериться таким компаниям, как мы, так как мы оказываем переезд под ключ. В чем его уникальность? Данная идея была взята с Америки, мувинг-идея. Когда клиент оставляет, так скажем, два ключа от двух квартир, первая, от которой он переезжает, вторая, куда он заселяется. И в чем мы столкнулись, какая проблема была, это в том, что клиенты не готовы нам доверять. Так как мы упаковываем полностью и подготавливаем полностью клиента к переезду, то есть мы упаковываем личные вещи какие-то клиента, упаковываем дорогостоящую посуду, можем упаковывать фарфор, телевизоры, технику, клиенты еще не доверяют этому. Какой-нибудь на вашей памяти есть переезд? Такой самый крупный, самый маленький, может быть, переезд? История какая-нибудь? Самый крупный переезд, это был коттеджный переезд. У клиента была очень дорогая мебель. Весь дом был обставлен мебелью от итальянского дизайнера Версачи. И мы очень переживали, чтобы это все качественно разобрать, упаковать и перевести на вторую точку. И как? Справились? Да, все прошло успешно. Ничего не поцарапали? Нет, все прошло успешно. Какая сумма вышла по итогу, по оценке? Вот я смотрю, я так понимаю, если это такой шкаф, то это очень богатый клиент. Стоимость переезда, если не ошибаюсь, вышла 250 тысяч тенге. Неплохо. Сколько нужно денег, Конопия, чтобы начать этот бизнес? Какие вложения нужны? Вот я, допустим, я молодой предприниматель, да? Я грузчик, мувер. Правильно говорить новое слово, кстати, запомните, мувер. Работаю вот, не покладая рук, но мне это все вот как вам тогда надоело, и я хочу войти в этот бизнес. Сколько денег нужно? Нужно учитывать то, как вы хотите открыться. К примеру, вы можете взять машину в кредит, в лизинг, либо можете ее приобрести за полноценный наличный расчет. Если учитывать то, что вы хотите открыться за наличный расчет, то вам нужно купить машину. Стоимость машины на рынке составляет от 10 до 13 миллионов. Там бывают разные спецификации ее, но это не важно. Также вам нужно будет открыть свой сайт, инстаграм, запустить рекламу. На все эти расходы вы потратите около 1 миллиона тенге. Также создание брендинга, создание спецформы для сотрудников, закупки инструментов. Думаю, это вам обойдется максимально 500 тысяч тенге. То есть, итого у нас общая сумма получается сколько? Около 13-14 миллионов тенге. 14 миллионов тенге. Ну, в принципе, да. Неплохая однушка. Ну, либо плохая однушка в городе Алматы. Хорошо, поехали. Первый заработанный свой миллион. Не компания, а именно свой миллион. Помните? Какие ощущения были? Когда это было? Если честно, вот этот первый миллион настал очень неожиданно. Я даже не был к нему готов. Но ощущения, естественно, были непередаваемые. Я не помню, если честно, куда же я его уже потратил. Но я знаю то, что я его 100% реинвестировал и в бизнес, и в самого себя. Я никогда... У меня нет такого качества, чтобы жалеть от себя что-то. Жалеть можно на питании, к примеру. Можно ездить на автобусе. Можно одевать дешевую одежду. Но нельзя отказывать себе в других планах, как, например, питание, образование свое, свой имидж, свой комфорт. В этом плане я реинвестировал во себя и бизнес. Какая-то сезонность есть? Есть время, когда люди, допустим, меньше переезжают, больше переезжают? Это же тоже как-то влияет на заработок? Зимой, к сожалению, люди переезжают меньше в связи с погодными условиями. Весной и летом у нас, так скажем, самый пик, когда расцветает рынок, строятся новые ЖК, открываются новые ЖК. То есть и переезды. И сами погодные условия позволяют нам осуществлять переезды. А какие люди вообще пользуются вашими услугами? Юрлица, физлица? Кто больше? На данный момент мы больше обслуживаем юрлица. Сейчас, к примеру, мы обслуживаем полностью банки второго уровня. Многие компании, которые, так скажем, имеют большое количество филиалов в Алма-Ате. То есть, получается, это банки куда-то переезжают или офисы? К примеру, открылся какой-то банк, Халык-банк. Он открывает свой новый филиал в какой-то части города. И, соответственно, нужно туда перевезти столы, стулья, банкоматы. Мы это все перевозим и открываем им, так скажем, новый филиал. Много платят за это? Как вообще почитывается сумма? Как мы выиграем? Там уже заключается это все на тендерной основе или ценовом предложении. Естественно, кто меньше даст, тот и выиграл. В мире мувинга происходит технологическая революция. И нет, это не начало очередного блокбастера. Речь идет о виртуальной реальности и автоматизации, которые переворачивают всю индустрию с ног на голову. Представьте, вы надеваете VR-очки и уже можете прогуляться по своей новой квартире, расставляя мебель до того, как первая коробка переступит порог. Это не фантастика. Это реальность современного мувинга. А автоматизированные системы управления складом? Они работают как часы. Умные часы. Теперь каждый груз, каждая коробочка отслеживается в реальном времени, минимизируя ошибки и ускоряя процесс. Так что, если ваша книга «Как выжить среди зомби» вдруг затеряется, система быстро найдет ее, не дав зомби-апокалипсису наступить в вашем новом доме. Это мувинг будущего. И он уже здесь. Я расскажу вам о своей самой любимой книге. Это самый богатый человек в Вавилоне. Нужно вкладывать в людей, которые знают толк в своем деле. Вторая моя любимая книга была «Жестокий век» Калашников. И третья, естественно, про Генри Форда, его биография. А сами как считаете, лучше в одного начинать вообще любой бизнес, да, неважно какой, или же с кем-то? Я предпочитаю открываться с друзьями. Где-то, так скажем, кто-то кого-то может выручить. Если я заболел, то мой друг может выйти за меня. Или я могу отвечать за одну секцию бизнеса, мой друг может отвечать за другую. То есть мы полностью координируем друг друга и улучшаем друг друга. Дополняем. После переезда у многих людей и клиентов остаются ненужные вещи. Мы эти вещи можем абсолютно бесплатно вывезти в детские дома, в приюты и так далее. То есть это мы делаем абсолютно бесплатно. Теперь что мы с этой коробкой? Мы ее как, в этого упаковываем? Нет, мы сейчас ее заскочуем и после этого упакуем ее в стреч-пленку. Завернем ее в стреч-пленку. Для чего? Чтобы не попадала пыль, влага туда внутрь. Ну и чтобы она была чистой у клиента. Все круто. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok